здравствуйте дорогие друзья и сегодня мы будем с вами оформлять вот такой тортик белково-заварным кремом все насадки которые я буду использовать вы можете найти под видео там есть все ссылочки также красители буду использовать топ декор и сухие красители которые я использую тоже будут у вас под видео ну что ж не буду вас томить давайте будем начинать насадка с дырочкой для базы выдавили насадка 127 и начинаем серединку нашей розы 12 12 2 3 2 3 Продолжение следует... Берем сухой краситель, у меня оранжевый, и слегка припыляем сердцевину. Насадка листрозы маленькая. Получаем вот такую ровку. Делаем вазу чуть поменьше. И начинаем закручивать. Более открытый будет. Такая росточка. Также припыляем серединку. Насадка 104, насадка дырочка. И также маленький корнетик с маленькой дырочкой. Отсаживаем вот такую основу. Берем насадку. 104. И начинаем делать вот такие вот цветочки для гортензии. ẻ Rodензии. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. заполняем пустоты добавляем еще там где кажется вам недостаточно вкусненьким нужно добавить еще такая получается у нас гортензи от вижу тут опять же пустоты и заполняю их сразу берем сухой краситель и слегка припыляем насадкой маленькой дырочкой делаем сердцевинки гортензи такая гортензия в итоге у нас получилось для ромашки нам понадобится насадка 79 обычная насадка с дырочкой это для базы также возьму вот такую зеленую насадку это номер 195 на не обязательно именно такой делать и маленькая насадка дырочка нам понадобится сразу делаем базу и начинаем ставить маленькие желтенькие точечки для чего нужна была зеленая она должна просто кое-где между желтенькими как бы просвечиваться так наша ромашка будет казаться более натуральной и теперь тянем листики листики так раз уже оттягиваем подальше чтобы ромашка казалась более естественной листочки вот такая вот ромашка при желании вы можете сделать еще больше рядочков это еще только Продолжение следует... 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 Продолжение следует...